Мальчики и девочки, вашему вниманию самый сильный некромант в Скайриме. 2.0. Повелитель скелетов. 3.0. Повелитель скелетов. Новый билдгайд, некромант, как и говорил, потому что когда вышло все это новенькое, я так загорелся. Кстати, посмотрите видео, лучший дом для некроманта, ссылочка в описании, там много полезного. Ну что, я играю за Бретона, самое начало, Саурон, скромненько меня зовут. И Бретона, конечно же, офигенные преимущества, одни из лучших. Смотрите, во-первых, у нас талант, это драконья кожа. В течение одной минуты мы будем поглощать 50% всей магии, всех ядов, всех криков, которые в нас попадают. И оно будет превращаться в манну. Конечно, призывать с этим талантом не очень, потому что 50%, что мы тоже будем кого-то призывать, а это будет поглощаться в минус. Так что, знайте. Также, Бретонская Кровь дает нам сопротивляемость. 25% магии. Между прочим, этот талант сэкономит очко прокачки. Но об этом позже. Ребята, я использую самый последний обновленный Скорим на 22-й год. Так что, знайте, последний DLC, Anniversary Edition, золотой Скорим, все нам пригодится. Камни Хранителя. Конечно же, в начале мы берем камень Мага. Прословение знака Мага на 20% быстрее изучать все магические знаки. Все те, где изображен маг. Изменения, изочарования также. Восстановление, разрушение, колосса, иллюзия, алхимия. Это уже вор. На иллюзии заканчивается. Бежим вниз. И сразу же находим карту. Рыбацкая карта Фолкрита. Здесь отображены все места, где можно порыбачить. Ее можно забрать. Это не воровство, она не красная. Сразу находим удочку. Читаем книгу по желанию. И начинаем рыбачить. Ребята, потому что рыбалка, это очень крутая вещь для всех классов. Вкратце напомню. Видите, рыбка плескается. Когда она перестанет плескаться, рыбы не осталось. И идите на следующее место. Рыба обновляется раз в 12 часов. Рыбак, рыбака. Обязательно порыбачите на всех местах, потому что почему-то рыбак льет разное. Я понимаю, что там шанс, но вот почему-то она разная на разных местах. Также, когда будете оббегать вокруг озера, вот здесь затопленный курган. Найдите его и соберите. Там полезный лут плюс морские желуди. Вот здесь затопленный корабль. Тоже его исследуйте. Там и лут, и морские желуди. Пригодятся. Рыбалка, ребята, это очень крутые квесты. Ну, для кого-то, может, не крутые, но там нужная нам вещь. О ней расскажу чуть позже. Вот здесь задержитесь. Глубины или Нальты. Нет, локацию проходить не нужно. Возле нее, возле этого камня, мы находим маленького, маленького крабика, друзья. Это молодой грязевой краб. Его нужно забрать, только вот почему-то... Ага, все. Он пригодится. Очень сильно пригодится для квестов рыбалки. Порыбачили возле полуонной лесопилки и недалеко добежали вот сюда. Да, практически до покрита. Ну, заодно можно его открыть. Потому что здесь находятся золотые рыбки. Они тоже очень нам нужны будут для прохождения квестов. Рыбалки. Поймали первую рыбку? Бежим дальше. И здесь, конечно же, мы забираем нашу первую дорогущую награду. Хотя, может быть, вы уже нашли что-то более ценное. Но, тем не менее, это тоже не игнорируйте. Потому что безупречный изумруд стоит довольно дорого. Спустились чуть ниже. Выбираем разрушение пламя. И видим, как прыгает лосось против течения. Начинаем его жарить. И, конечно же, забираем красную икру, которая здесь падает. Она нам пригодится. Рекомендую зайти в факельную шахту. Название говорит о себе. Потому что факелы нам пригодятся. Очень неплохое начальное альтернативное освещение. Плюс лут, который мы соберем в локации. Деньги нам пригодятся. Если играете на ПК, я рекомендую использовать быстрый доступ к нужному. Например, разная, факел. Нажимаем F английскую. Потом Q у нас меню. Выбираем кнопочку. На 3, например. Это экономит время. Факел. Восстановление. Вот если вы играете на приставке, по-моему, такого нету. Хотя там были какие-то голосовые команды. Или мне приснилось? Ребят, ревервод. Тарговцу и все. Продаем. У него же рекомендую купить первую полезную магию. Это дубовая плоть. Увеличивает класс брони заклинателя на 40 единиц. Плюс качает изменения. Вайтран. Здесь можно сразу не забегать. А нырнуть вот сюда. Ух ты! Кто тут сейчас плавает? Карп? Но я уже его поймал. Тут соберите опять же желуди. Шесть штук. И бегом создавать зелья. Теперь котелок Аркадия на базарчике. Здесь очень быстро и удобно. Алхимическая лаборатория. Создаем с икры и желудя. Очень дорогие зелья. Чтобы чеснычок будет дороже. Алхимия вознаграждает. Видит у тебя бледноватый. Вознаграждает, конечно. А, так значит ты алхимик. И продаем ей по одному. Потому что деньги у нее заканчиваются. Ждем два дня. И таким. Простым способом. Это самый быстрый способ получить много денег в начале игры. А, так значит ты алхимик. Зарабатываем небольшое состояние. Вот теперь отправляемся в драконий предел. Покупаем быстрое лечение. Обязательно покупайте. Дальше берем захват душ. Пригодится. Ниже, ниже, ниже. Магический свет по желанию. Но я люблю с ним бегать. Классно. Спускаемся ниже. И еще покупаем здесь свет свечи. Тоже очень классный источник света. Ну и пока все. Друзья. В самом начале гайда. Я хочу вам рассказать очень важное. Когда вы будете прокачивать вашего персонажа. Очень важно. Здоровье. Чтобы было только сотни. То есть мы вообще его не качаем. Вообще. Да. Вы будете очень хиленькие. Да. Вначале это не чувствуется. Но потом. На 30-м, 40-м. Даже на новичке. А я вас будут бить многие. И пару стычек. Или даже стычки убивать. Но как раз-то это делает билл гайд более интересным. Потому что те очки, которые вы кидаете в здоровье, можно кинуть запас сил. Нет, не бить. Чтобы больше переносить вещи, например. И в магию. Чтобы кастовать любую магию более безотратно и безвозмездно. Именно на это меня вдохновил некромант из Диабло 2. Да, я играю на PS4. И понимаете, там некромант очень крутой и мощный. Со своими самонами, миньонами, скелетами. А без них ничто. Конечно, Skyrim это немножечко другое. Тут больше разных скрытностей. Но я хочу приблизиться к этому. Понимаете? И еще. Обратил внимание. Смотрите. Это графика Диабло 5. Почему нет? Ладненько. Дальше. Перевозчик. Мы отправляемся. Куда едем? В Виндхельм. Залезай в повозку. Мы просто-напросто. Открываем город. Потому что нужно здесь засветиться. И теперь можно отправляться. Опять же к перевозчику. И летим. В коллегию. В Виндхельм. Но вначале зайдите в таверну. Купите комнатку. И крепко поспите. Потому что тогда вам дадут дополнительный временный бонус. И это хорошо отдохнувший. Все навыки улучшаются на 10 быстрее. Все. А у нас магический. И того магический на 30 быстрее. Прошли легенький экзамен. И конечно же. Берем лучший начальный бонус для любого. Любого мага, друзья. У нашего старого знакомого. Иллюзия. Древеса. Ты меня видишь? Сам внизу. Я могу чем-нибудь помочь коллегии. Есть одно дело, в котором твои умения могли бы пригодиться. Фокусные точки магических энергий в коллегии загрязнились. Их нужно очистить. Одеваем уникальные перчаточки. И нам нужно очистить три колодца. Но мы очищаем только один. Потому что каждый из колодцев... Мы берем и чистим один колодец. И кажется задание фигня какая-то. Но именно эти колодцы дают случайным образом баф. Очень крутой. На бешеный реген маны. Она буквально бесконечная у нас. В течении двух часов. Но бафы бывают разные. Бывают 25%, бывают 50%, бывают 100%. Нам нужно получить 100%. То есть перед тем, как его очистить, мы просто F5 нажимаем. Быстро сохраняем. Да, знаю, уже рассказывал много раз. И бафаемся. Видим какую-то дымку вокруг нас. И это означает что? Это означает то, что у нас скорее всего получилось получить дополнительный баф магии. Плюс 100 на 2 часа. Это нам и нужно. Если не получили данный эффект, загружайтесь и тыкайте заново. Потому что там рандом. Чисто случайно. Получили. И нужно знать главные вещи. Это не совершать быстрое перемещение часто. И не отдыхать. И не ждать. Потому что вы реально прождете этот эффект. И он быстро закончится. Также эффект может быть еще круче. Это если выпадет плюс 100. И плюс еще дополнительно 25. Или 50. И самый редкий. Это плюс 100 и плюс 100. И представьте. Это все можно взять только с одного колодца. А после этого срока, как он истечет. У нас есть еще два. То есть всего можно взять на 6 часов. Такой эффект. И пользуйтесь. И пользуйтесь. До самой соточки. И все. Казалось бы. Можно и не делать этого. Я не спорю. Не обязательно этим заниматься. Но вы должны знать. Вы подняли уровень. И больше, конечно, распределяем в ману. Что-то в запас сил. Чтоб больше таскать. И быстрее убегать. И еще запас сил нам пригодится. Поверь. Позже я расскажу почему. Ну вот, например, так. Уже 17 уровень. Но у нас также 100 здоровья. Мы бегаем без брони. А монстры и враги стали сильнее. Улавливаете? Что мы качаем в колдовстве? Это, конечно же, самую правую ветку на уменьшение монокоста. И с левой стороны только вот по этой ветке. Некромантия. Поднятая нежить становится в нашей власти дольше. Темные души. Поднятая нежить получает дополнительные 100 единиц здоровья. И парные души. Мы прозываем еще одного скелетика. И можно еще двойное колдовство с двух рук. Оно держится дольше. Возвращаемся к первому колодцу. Находим Фениса Гестера и покупаем у него новую магию. Она у него рандомна. Так что не вся может быть сразу. Ребята, и я узнал что-то очень-очень важное связано с новой магией. Кстати, кто не видел моё видео. Новый некромант. 13 новой магии колдовства. В последнем DLC. Пришло к Скайриму. Посмотрите это видео. Ссылочка в описании. Обязательно. Но на то время я не знал, как она появляется. Не знал, друзья. И даже если у нас колдовство сотня. Даже если мы прошли ритуальный квест. Нам не будет доступна вся новая магия. Ее привязали к уровням, друзья. К нашим именно уровням. И знаете, как они сделали? То есть, новую магию новичка вы можете купить с первого уровня. Магию ученика только с 10. Ребятушки. Адепт с 20. Эксперт. Погодите, как-то неправильно считаю. С 20 у нас ученик с 20. Адепт с 30. Эксперт с 40. А мастер с 50 уровня. Вот, вот как ее распределили. И получается, я сейчас могу только новичка и ученика купить. Погляди. Знаете, ребята, вот почему уровень нужно поднимать. Но поднимая уровень, мы делаем монстров сильнее. А мы остаемся слабенькими. Это, ну не знаю, мне эта идея просто не оставляет. Смотрите. Бессмертного призрака покупаем. Это новое. Назолевого духа. Можно взять дальше скелет лучник. Конечно. И еще слугу. Берем. Что еще? Еще, еще, еще. И, по-моему... А, расщепление души. Обязательно. И все. И теперь на 20, на 30 я буду к нему прибегать и покупать новую магию. Опять же, по сказке, все в новом видео новый некромант. Ребята, у нас сотня. Если в школе колдов стать что-то более мощное... Как быстро ты продвигаешься, это производит впечатление. Есть и другие заклинания, которыми ты пока что не владеешь. Мощные заклятия, что позволяют окончательно подчинять существ твоей воле. Но это рискованно. Риск есть всегда. Тебе придется призвать освобожденного Дримору и подчинить его себе. Пройти ритуальный квест колдовства нам поможет новая магия. Скелет слуга. Расщепление души. И призываем Дримору. У нас уже 4 помощника. Да и плюс... Еще кто-то с коллеги прибежит. Итак, пару раз прошли ритуальный квест и возвращаемся в Винхельм. Именно здесь уже будет доступный нам квест Кровь на снегу. Если квест не запустится, отправьтесь в Айтран, подождите несколько дней и вернитесь. Квест обязательно... А ну стоять! Сюда нельзя! Что здесь произошло? Еще одну девушку убили. Сусанну. Из очага и свечи. Всего пару дней назад она мне выпивку приносила. Но в общем, вот и все наше знакомство. Проходим этот квест и получаем первый, самый важный артефакт для некроманта. И конечно же это амулет. Привет! Некромантика, друзья! 50 к магии. Обалденный бонус. Заклинания колдовства расходуют на 25% меньше магии. Восстановление здоровья и запас сил замедлено на 75%. Это конечно штраф. И вот почему нам нужно много выносливости. Дальше тут недалеко. Пруд глаз Мары. Именно здесь мы получаем дом некроманта. Проходим квест. Если у вас возникнут сложности... Ребята, у меня есть видео. Лучший дом для некроманта. Обязательно посмотрите. Ссылочка в описании. После прохождения квеста дома вы получите посох червей. Вот такой вот страшненький. Оживляя труп, который будет сражаться на вашей стороне, действует бессрочно. То есть труп будет бегать вечно, пока его не убьют. Или кто-то, или вы. Но более ценно вы получите шлем кровавого червя. Заклинания колдовства расходуют на 25% меньше магии. Урон нежити повышается на 25%. Это единственный и уникальный баф, где вся ваша нежить получает 25% дополнительного урона. Надо будет еще попробовать магию иллюзии одну. Но об этом чуть попозже, ребята. Вот такой вот шлем. Это теперь наш постоянный наряд. Какой красавчик. Но чего-то не хватает. Смотри-ка. Одеяние некроманта. Дай-ка я его примерю. Мне кажется, он будет намного лучше сидеть. О боже мой. Это идеально. Также возьмите шлем Арейна. Медвежий коготь. Его можно дать любому компаньону. И он неплохо так впишется в ваши ряды. В этом же доме, чуть ниже, мы находим костяную кузницу. Берем нужные нам вещи для начального рецепта. Камен душ, морозная соль и костяная мука. И теперь мы можем создать... Плюс одного скелета, который не считается компаньоном. Который не считается питомцем. Это просто плюс дополнительный помощник. Есть более мощный рецепт. Но для этого нам нужны стручки душ. Вы поняли, что сразу вы их не получите. Прикольно, да? С одной стороны, да. Но с другой стороны, если его убивают, вы его поднять сможете только здесь же. Понимаете? Опять к перевозчику. И... Повезти. Да. Ну, куда едем? Пожалуйста, Рифтон. Залезай в повозку и отчаливаем. Сразу бежим в доки Рифтона. Включаем рыбак рыбака. Квесты рыбалки. И проходим все их квесты. Заодно в Рифтоне я очень рекомендую сразу зайти в храмары и начать квесты книга любви. Вот наша девочка. Чего ты ищешь, дитя мое? У нее начинается все. Мы поклоняемся. Следующий бонус для нашего некроманта это... Недалеко от Салитьюда заходим через лесной оплот. Локация Ведьминое гнездо. Именно здесь, перед входом, мы прыгаем вот сюда. К этому водопаду. Без проблем вы сюда запрыгиваете. И получаете один из лучших бонусов для скрытника. Да, наш некромант будет пользоваться невидимостью. Это сапоги хищника, ребятушки. Одни из лучших. Потому что даже с первых уровней носитель движется бесшумно. Они гасят 100% шумов. Самые тихие. И запас сил восстанавливаются на 1% быстрее. А вы помните, что у нас запас сил восстанавливаются медленнее. А теперь из-за амулета некроманта. Не уточнил. Ребят, теперь в Маркарт находим храм Дибеллы. И проходим их квест. Ну, привет. И получаем постоянный, нужный нам эффект. Избранник Дибеллы. Ребятушки. Урон противоположному полу увеличен на 10%. Также в Маркарте сразу проходим квест заброшенного дома. Дом ужасов. И получаем булаву Мологабала. И по-моему, это оружие прекрасно вписывается нашему некру. Ребят, давайте я вам напомню. Отнимает 25 единиц запас сил. Отнимает 25 единиц магии. Если противник умирает в течение 3 секунд, заполняет камень душ. Прошли квесты Мары Рифтона. И получили активный эффект. Это избранник Мары. 15% дополнительной сопротивляемости всей магии. Следующий нужный бонус. Мы берем недалеко от Донстара. В иньевом маяке. Проходим, забираем остатки. И складируем их вот сюда. Сжигаем. Отдых моряка. Друзья, что он нам дает? Лечебное заклинание на 10% более эффективное. По квестам рыбалки вы дадите до пропавшего спиртного. Поговорить с Рисадом. Привет. Вот вы, выдержанный Флинн. Мне удалось выловить все бутылки. Кольцо Каджита. Мы получили. И между прочим, это колечко было еще в прошлых частях древних свитков. Вы перемещаетесь на 10% быстрее. Также позволяет применить заклинание прятки. Что-то такое. Иллюзия. Заклинатель не видим в течение 15 секунд. Неплохо, да? И вы двигаетесь на 10% быстрее. Но знаете, что я обнаружил? Если на нас кольцо, напомню, там перемещение на 10% быстрее, то в активных почему-то перемещение ускорено на 20%. Так, так, так. И чему верить? Легендарный рыбак. Квест рыбалки. Проходим. Нужно что-то? Было тяжело. Но вот заказная рыбка. Ты мне как родич. Вот, держи. В знак дружбы. И, друзья, мы получаем лучший кинжал в игре Skyrim. Клык, ханик на мета. Урон 17. Напомню, что у драконьего кинжала, самого мощного, урон 16. Да-да. Прикиньте. Это самый мощный кинжал в игре Skyrim. Единственное, что он с зачарованием. С зачарованием уже не разогнать. Но это и плюс. Наносит цели 31 единицу урона электричеством. И отнимает дое меньше единиц магии. Неплохой бонус. Особенно через скрытность. Если у вас вдруг возникнут проблемы с квестами рыбалки, у меня есть обзор. Да-да. Ссылочка в описании. 34 уровень. Покупая скелета чемпиона. Но у него довольно интересные бонусы. Плюс 10% к урону ему суммируется. Если рядом много противников. Максимум 5, плюс 50%. Не забываем еще о нашем шлеме. Плюс 25%. Уловили, да? Стражник гробницы. И ритуал некроманта. Очень крутой. Когда вы его создаете, то если кто-то из ваших скелетиков погибает, к вам жизни и мана прилетает. Напомню, в коллегии Толдер продает... Чары и заклинания для тех, у кого есть к ним талант. Эбонитовая плоть. Ее, конечно, желательно покупать, когда у нас довольно сильно прокачено изменение. У меня есть видео, как прокачать изменение, но оно прокачивается по ходу дела. Берем еще один бонус бесконечной манны колодца. И просто-напросто бегаем. И возле врага используем часто. Очень часто. И изменение качается быстро. Достаточно быстро. Эбонитовая плоть наша самая рабочая лошадка. Покупаем. Ну вот. Каменная плоть. На радаре враг. И изменение качается очень быстро. Главное, уклоняйтесь. Уклоняйтесь. Также у Древиса. Приди. Купите магию. Приглушение шагов. С эффектом колодца. Быстрым ориген манны. Вы очень быстро будете качать иллюзию. Очень быстро. 64-й. Не игнорируем Калету. У нее... И так ты хочешь овладеть тайными искусствами. Ребята, купите устойчивый оберег. Поверьте. Против всей магии. Также, если у вас плюет корус или паук, она защищает от этого. Пользуйтесь. А теперь мы отправляемся в форт Стража Рассвета. Проходите или за вампиров, или за Стражей. Без разницы. Здесь мы сможем получить одного из лучших напарников в игре. Конечно. Конечно же, это... Сирана. А где те, кто тебя послал? Бессмертный напарник. И она еще поднимает мертвых. В этой же локации, в пещере ночной пустоты, не забудьте, друзья, взять очень крутую магию. Это некроманское лечение. И теперь вы можете восстанавливать жизни вашим скелетикам. По квестам Дангарда вы попадаете в Каирн Душ. Вот там вот центральный замок. Немножечко правее находите такой алтарь. И тут череп Орвака. Лучшая лошадка для нас. И как вам новый шлем Сираны? Да, тот самый череп вы отдаете компаньону. Вызов Орвака. Ну согласитесь. Это же лучшая лошадка для нашего некроманта. А дальше по сюжету Дангард мы деремся с Дюрнивиром. Зомби-драконом. После чего получаем возможность призвать его в Тамриэле. А я напомню. Когда мы его призываем и если есть враги, он добавляет нежить. Скелетов с Каирн Душ. Помощь нам. Неплохой бонус. И атмосферный. Друзья, когда вы будете в Каирн Душ, я вас прошу. Соберите очень много стручков душ. И заберите с собой. Потому что в кузнице скелетов нам нужен этот стручок душ для создания лучшего скелета в помощь нам. Это забытая пещера. Смотрите, где я сейчас нахожусь. Когда вы будете находить древний норский шлем, не продавайте его и не проходите мимо. Забирайте и собирайте их. Зачем? Да потому что теперь в вашем доме некромантов, в кузнице скелетов, ребята, С помощью этого шлема, морозная соль, камень, костяная мука и стручок душ вы создадите самого мощного плюс один скелета к вашей армии нежити. Вот такой вот красавчик. И, между прочим, у него драконье оружие. Но если его убьют, вам опять же понадобятся эти ингредиенты. И только здесь вы сможете его создать. Вот такие дела. Блин, это нужно было делать с самого начала. Забыл. Кузня. Разная. И здесь обязательно создадите портфельчик для мага. Корундовый слиток и кожа нам понадобится. 75 единиц мы больше носим. И маги увеличат на 20 единиц. Неплохо. Да и смотрится неплохо. Хотя лучше бы для нас, если бы он был черный. А дальше мы вступаем в темное братство. Если вы вдруг не знаете, ну гугл в помощь. Но мне кажется, многие знают. Проходить не нужно. Здесь нам нужны всего лишь перчатки теней. Броньку можно забрать и продать ее нафиг. Скрытые атаки одноручным оружием наносят вдвое больше урона. Красненькие. Классненькие. И классно нам подходят. Теперь, друзья, я вам покажу, где максимально быстро получить лучшую робу негроманта. Но она появляется только сорокового уровня. Это рандом. Но проще всего его получить вот здесь. Камнепадная пещера. То есть, вы здесь сохранились. Ф5. Кстати, Сирана иногда снимает шлем. Потому что у нее есть привычка снимать капюшон в локациях. И тут, ребятушки, чисто рандом. Подходим и смотрим. Ага, не повезло. Загружаемся. Роба будет появляться не всегда. Но здесь быстрее всего ее заспаунить. Проверяем еще раз. И опа. Вот она, друзья. Смотрите. Элитное некроманское одеяние. Ребят, заклинания колдовства действуют на 20% дольше. Увеличивают лимит призыва на плюс 1 для нишей. Призывной или оживленной нежити. Конечно, одеваем. Также у нас тут крутой капюшон. Но мне кажется, шлем куда круче. Тут регенерация здоровья снижена на 30%. И увеличивают магию на 85%. Бывает на 100 очков. А дал этот капюшон Сиране. Ребята, как вы думаете, что лучше капюшон или шлем? Мне, признаюсь, больше нравится шлем. Там видно хотя бы больше ее лицо. А там выбирайте сами. Ну что? И вот такой вот некромант у нас получился. И теперь мы можем вызывать троих... Скелетиков. Неплохо, но это еще не все. Проходим главный квест и уничтожаем первого дракона. А потом мы отправляемся к Седобородам по основному квесту. Изучаем парочку криков и они отправляют нас за рогом Юргена. Мы не проходим его и отправляемся в маленький или большой город. И встречаем... Эй ты! Это тебя прозывают Довакин. Но перед тем, как отправиться на дальние земли, мы зайдем вот сюда. Камень... Лорда. Он даст нам 50 физической броне. И 25 дополнительной сопротивляемости магии. Давайте посчитаем. 25 от камушка. Расовая бретона 25. 15 от храма Мары. И 20 прокачиваем в изменениях. Итого у нас 85. Максимальная сопротивляемость магии. И только сейчас... Доки Виндхельма. На кораблик. И плывем. Ну вот мы на месте. Добро пожаловать в Воронью Скалу. Смотри, осторожней здесь. Тут нынче все не так, как раньше. Сразу отправляемся по главному квесту. В храм Мирака. Теперь он откроется. Именно в храме вы получите невероятное преимущество. Это слово Силая. Я слышала, что Мирак выступил против культа дракона. Сила. Воплощение дракона. Но готовьтесь к серьезным сражениям. В конце храма Мирака вы найдете черную книгу. И в первый раз встретитесь в апокрифе с Мираком. Вначале он вас изгонит. Но вы потом в инвентаре откроете еще раз эту же книгу. И пройдете ее. И получите второе слово Силая. Силы. Броня. Дракона. Обратно в Вороний Скалу. И отправляемся в шахту. Начинаем квест. Спуск. И здесь, в конце, мы получаем третье слово Силы. Змей. Воплощение дракона. И вот у нас полный комплект из трех слов. Но какое преимущество он нам даст? Блин, заболел. Воплощение дракона на 5 минут. На 300 секунд. Силовые атаки наносят на 25% больше урона. Это очень неплохо, потому что иногда я бегаю в скрытности и бью очень больно кинжалом. Плюс 100 к броне. Так как я не ношу броню, и так как у меня всего лишь 100 жизней, это крутой дополнительный, хоть и небольшой, если играешь на легенде бонус, но он все-таки есть. 25% сопротивляемость огню и холоду тоже не помешает. Время между криками минус 20%. Кричать можем чаще. Если здоровье падает ниже 50%, будет вызван древний драконорожденный. Бессмертный дух, по-моему, на 30 секунд будет отвлекать еще всех. То есть еще один дополнительный, хоть и не скелет, но помощник. Тут же находите черную книгу и проходите ее, и получаете интуицию любовника. Вы наносите на 10% больше урона, если сражаетесь, и получаете цены на 10 лучше, если торгуете с лицами противоположного пола. А вы помните, что мы взяли такой бонус еще у храма Дибеллы? Итого 20% противоположному полу. Но мне вот интересно, это только мой урон, или же урон всех моих союзников? Если вы знаете точно, напишите, пожалуйста. Бегом летим в Бен Кангерик. Удачно его проходим. И получаем черную книгу. Проходим ее. И черный рынок. Вызывай дремору торговца, с которым можно торговать. Ребята, где угодно, когда угодно, вы заходите в таланты. Находите черный рынок, кликайте Z, и появляется торгаш. У него будут две тысячи, ребята. Если деньги закончились, обновляются раз в два дня. Все близко, все рядышком. Курган Белого Хребта проходим. И точно так же находим черную книгу. Проходим ее. Искатель волшебства. На заклинания расходуются на 10% меньше магии. О да, это нам точно понадобится. А дальше мы отправляемся вот сюда. Почему это место самое последнее? Да потому что именно здесь запускается один из самых сложных, как мне кажется, квестов. Курган Кольбьерн. Квест. Раскопки. Мне кажется, этому парнишке нужна помощь. Тебе что-нибудь нужно? И еще почему данный квест в конце? Да потому что он самый дорогой. Чтобы полностью его пройти, у вас должно быть 11 тысяч септимал. Ребят, как я делаю? Тут запускается поэтапно. Вы дали денежки, и нужно ждать. Как ждете? Отправляемся в Скайрим. В доках 2-3 дня. Возвращаемся. Вороний Скайли к нам подбегает в гонец, и запускается очередной этап. Опять отдали денежки, опять точно так же. И так проходите все. Еще в новом издании есть баг. Если у вас самая последняя версия Скайрима, вы не сможете зайти в Курган. Игра вылетает. Но есть решение. Ребята, внизу есть ссылочка на Nexus файлы. Это как бы мод, но не мод. Вы качаете, это текстуры. В корень папки заходите, где у вас установлен Скайрим Special Edition, там папка Data. В эту папку вы закидываете эти текстуры. Просто переносите их. И все. Баг исчезает. Спасибо мододелам, которые исправляют такие косяки. Но это пока только на ПК-версии. На PlayStation ждем фикс. Ребята, пока такие дела. Сирана ищет артефакты. Находим такую комнату. И активируем все эти кнопки. Вот так вот пробегаем. Дверь должна открыться. С третьей попытки получилось. И здесь мы получаем одно из самых крутых преимуществ. Азидалово кольцо волшебства. Что оно делает? Позволяет нам читать заклинания поджиг и заморозка. Магия ученика. Огненный шар поджигает цель наносить 4 ниц урона в секунду в течение 15 секунд. Кажется фигня. Но, друзья, это самая мощная магия. Самая. Дело в том, что чем больше вы попали, чем сильнее у противника будет сниматься жизни. Притом, она не затратная. Смотрите. Разрушение на монокост у меня практически не прокачан. Круто, да? Но, опять же, данной магией я буду пользоваться только на очень мощных боссах. И все. В конце этого кургана мы находим черную книгу, проходим и получаем секрет волшебства. Заклинания не расходуют магию в течение 30 секунд. Конечно. Так, так, так. 50 уровень. И теперь без проблем. У Фениса Гестера за парочку раз, парочку обновлений я купил новую. Смертельную магию. Вызов древнего жреца смерти. Призывает жреца, который владеет магищественной магией и повелевает нежитью. Действует 150 секунд. Когда жрец умирает, он превращается в три истерзанные тени. Также, друзья, вызов костяного. Вызов костяного колосса. Призывает колосса на 150 секунд. Пока колосс призван, остальные древние дружественные скелеты восстанавливают здоровье. А ваш лимит призыва увеличен еще на два, друзья, скелета. Вы можете призвать лишь одного за раз. Все это изучаем. Кстати, нашел баг. Что если вы берете какого-то питомца, я взял паучка, думал, что это будет прикольно, атмосферно. То архимаг и маги на него агрятся. Он бессмертный. И они бесконечно его бьют. Трэш. Вы же помните, что мы иллюзию прокачали до сотни. Я даже ее обновил два раза. Потому что в легендарном издании можно сбрасывать и качать заново. Тем самым повышая себе уровень. Какие заклинания школы иллюзии ты считаешь лучшими? У Древиса проходим ритуальный квест. О, это довольно сложный вопрос. Никогда не стоит недооценивать способность влиять на разум других. И друзья, и враги почти всегда восприимчивы к заклинаниям школы иллюзий. Эти заклинания в одно мгновение могут изменить ход боя. А есть и заклинания, которые вообще позволяют не вступать в конфликт. Освоить невидимость сложно, но исключительно полезно. И после ритуального квеста у Древиса появится магия. Призыв к оружию. Покупаем и пользуемся. У объектов на 10 минут повышаются боевые навыки. Здоровье и запас сил. Это работает на нашу нежить. У них больше будет здоровья. Но только в том случае, если в иллюзии у нас прокачано мастер разума. Заклинания школ иллюзий действуют на нежить. Ребятушки, доэдра и механизмы. Также давайте быстренько по прокачке. У меня 50 уровень. Иллюзия. Что я здесь скачнул? Только правую ветку. Больше нам ничего не нужно. Немножечко на уменьшение монокоста, но желательно еще. Вот, желательно. Колдовство я вам уже показывал. Ничего не поменялось. Разрушение немножечко. Двойное. Зачем? Потому что на боссах поджиг нормально работает. Нормальненько. Также только усиленная молния. Зачем? Потому что вы помните. Наш самый мощный кинжал бьет, друзья. Он бьет молнией. Из-за этого у него такое большое зачарование. Только из-за этого. Восстановление нужно качать дальше. Потому что здесь передышка. Очень полезный перк. Восстанавливает сразу и выносливость. А она у нас замедлена, ребята. Это пригодится. Дальше. Двойное тоже нормально. Но бегство от смерти это незаменимый бонус. Спасать нашу жизнь раз в день. Восстанавливает 250 здоровья. А у нас всего лишь сотня. Очень-очень круто. А вот этот вот перк у меня под вопросом. Ребят. Некромаг. Все заклинания более эффективны против нежити. То есть если мы бьем магией по нежити. То она получает по-моему на 25% больше урона. Но. Если бьют наши скелеты. Это же магия. Я конечно же сомневаюсь. Но нужно проверить. Если вы знаете. Пожалуйста напишите в комментариях. Изменения. Пользуемся эбонитовой плотью. Двойное обязательно. Сопротивляемость магии 2 из 3. У нас и так уже потолок. Постоянство. Потом прокачаем. Мне просто не хватило очков. И мастер. Не качайте друзья от ранаха. Потому что 30%. Все ваши призывы будут поглощаться. Это нам не нужно. Не нужно. Дальше. Зачарование. Тяжелое. Нет. Нет. Одна ручечка. Конечно же. Еще докачайте до 5. Потому что кинжал. И сильный удар. Это все влияет. Это все влияет конечно же. Дальше. Скрытность. Желательно прокачать полностью. И на все. Что еще. Взлом. Здесь уже на будущее. Можно конечно же вкинуть перки в золотоискатель. И охотник за сокровищами. Это так на будущее. Ну 50% шанс найти что-то интересное и любопытное. Карманные кражи. Здесь единственный интересный перк. Ну или же если будете воровать. Пожалуйста. Грузоподъемность на 100. Выживание на 50. Ну неплохо. Неплохо. Больше таскать и не париться. Красноречие. Здесь единственное. Что это очарование. 10% что цены будут выгоднее. А у нас еще перк. То есть будут работать. Цены будут выгоднее. Алхимия. Здесь же. Очень полезный перк на будущее. Это змеиная кровь. 50% сопротивляемость всем ядам. У нас и так мало жизни. И нам нужно брать все полезные бонусы. Ну и все. Теперь смотрите наш наряд. Получается. У нас постоянный это амулет. Некроманта. И кольцо каджита. Иногда можно менять на волшебство Азидала. Иногда. Дальше. Это роба. Высшего некроманта. Плюс один скелет. Это лучший бонус для него. Перчатки теней. В скрытности. Очень больно будем пить. Конечно же портфельчик мага. Сапоги хищники. Самый тихий. Плюс немножечко восстанавливает выносливость. И шлем. Уникальный бонус. Нежить получает 25% дополнительного урона. Дальше оружие. Это конечно же удочки. Булава молога бала. Кинжал. И посох. И кстати рыбалку не обязательно полностью проходить. Просто до кинжала. Немножечко забыл. Сейчас друзья я вам продемонстрирую несколько стилей. Первый это одиночный. Просто-напросто. Накидываем броньку. С нашими бонусами. У нас получается всего лишь 174. Не густо. Через скрытность. Да ладно. Да ладно. Размазать? Вы можете спокойненько играть через скрытность. Каст очень дешевый. Постоянно используете. И постоянно в тени. Если кто-то вас заметил. Вы без проблем его добиваете. Это на легенде. И скрываетесь. Если уже скрываться нельзя. То. Призывайте подкрепление. Ребята, вы бежали. Вау. Самое главное. Увернуться от лучников. Но все же такой геймплей мне очень понравился. А теперь давайте потанцуем на легенде против великанов. С нашими компаньонами и бонусами. Ну что мы делаем? В начале, конечно же, мы кастуем воплощение дракона. Это, конечно же, не обязательно. Так же можно заодно зайти. Немножечко подождать. И вызвать дюрнивера. Дюр! Девиль! Я освободился из плена. Идеальный победитель. Освободился. Так же кидаем ритуал Некроманта. Эбонитовую плоть. Сейчас у меня бонус брони 274. Воплощение дракона работает, напомню. Теперь призываем нашего большого дружка. И, ребята, один, два, три, четыре. Ну что ж, как говорится, понеслась. И вот так вот наши с ОМОНы... А, чуть не забыл. Призыв к оружию. Маны не хватает. Вот, зараза. Забыл усилить. Ну, я думаю, они и так справляются. Но! Еще кастанем! Поехали! И вот. Одного уже ушатали. И второго. Если кто-то умирает, мы слышим звук. И таким вот образом знаем, что нужно призвать еще. Ребята, на легенде, по-моему, не так уж и имбово. Да? Но как это все будет, например, на самом мощном боссе? Это Корстаг. И сейчас, друзья, вы поймете, что это не так уж и имбово. Вначале, как всегда, кастуем бонусы. Воплощение дракона. Теперь можно вызвать дракона. Но, по-моему, он нам не помогает. Не-не-не, не заметил я скелетов. Не заметил. Теперь ритуал некроманта. Обязательно. Он сильно нам помогает. И вызываем большого парня. Скелетов. Чемпионов. Теперь призыв к оружию. Делаем их еще сильнее. И эбонитовая плоть. Сто жизней, друзья. Сто жизней. Это просто пигня. Особенно, когда ты играешь на легенде. Ой, страшно. Ой, страшно. Свалюм, 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 свалюем. И вот он. Карстаг, друзья. Ой, жизни уходят. Ой, хилимся. Офигеть. Офигеть. Надо подойти, надо подойти поближе. Подойти поближе и кастануть. Так. Поджиг, друзья. Это поджиг. Смотрите, как он работает. Ой, жизни не хватает. Ой, жизни не хватает. Так, кильца, 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 кильца. Нифига себе. Так, карстаг проседает. Давай быстренько зайдем. А, сопротивляемость. Давай. Еще немножечко. Так, так, так. И теперь, теперь наконец-то можно покастовать. О, зараза, надо следить за жизнями. Надо следить за жизнями, иначе мы сейчас просто умрем. Вставай, вставай. Он просто лежит. Он просто лежит и не встает, а жизни уходят. А хилок у меня не так много. Давай, вставай. Да вставай ты уже сколько можно? Смотрите, опять половина жизни. Да, жизни очень мало. Надо постоянно следить, что жизни против Горстага. О, боже мой, это еще с нашими сопротивляемости. Офигеть. Так, нужно опять призвать. Подойти. Найти удобное местечко. Вот. И кастуем. Кастуем, кастуем. Талант. Ребят, секрет волшебства. 30 секунд мана не кончается. И начинаем наваливать. Но даже эта магия против Горстага, посмотрите, сколько у него жизни. Вот, начинает работать. И понемногу, понемногу жизни начинают уходить. Вот чуть-чуть. Я не знаю, как меня еще не убили его привидения. Я просто не понимаю. Это это просто везение какое-то. Уже давным-давно. Но из-за того, что у меня много самона, много скелетов, они на них отвлекаются. И меня не трогают. и мы понемногу, понемногу. А, все, закончился. 30 секунд закончились. Но у Горстага еще есть жизни. Все, он на коленке. Он готов. Победа, друзья. Ой, непросто. Ой, нифига непросто. По-моему, билд шикарный. 100 жизней оставляем. Дальше качаемся, повышаем магию, повышаем выносливость. И берем остальные те маленькие бонусы, которые помогают нам выжить. И даже после 50 уровня все локации будут опасны. Но не опасны, если вы делаете правильно и играете через скрытность, через ваших скелетов. Ребятушки, самая большая проблема, как мне кажется, на более высоких уровнях мы становимся бессмертными. Просто бессмертными, всех убиваем, и это убивает интерес. А вот так вот, ребятушки, вы будете играть и получать удовольствие. Это кто? Это вампиры! Ну-ка! Друзья, всем огромное спасибо за внимание, поддержите видео, напишите ваше мнение, подписывайтесь и нажимайте колокольчик. Есть счастье в новом 2022 году, друзья! Вам и вашим близким! Пока! Увидимся! И скоро!